Лечение без отрыва от обучения. В прошлом году в ряде чебоксарских школ запустили проект «Школьная медицина». О первых результатах в нашем сюжете. Правую ручку доставим, левую ножку, не спешим. Левую ручку, правую ножку. Долгое сидение за партами здоровья школьникам не прибавляет. И уже к середине первого учебного года лечебная физкультура показана практически всем ученикам. Чтобы после урока в дополнительных секции кружков им не приходилось ходить еще и в больницу, лечебная физкультура пришла к ним сама. Это один из ключевых пунктов проекта «Школьная медицина» в 59-й чебоксарской школе. Мы, конечно, тоже стараемся на уроках делать физкультные нотки, лечебную физкультуру проводим в начале дня, следим за осанкой детей. Но все-таки намного лучше, если этим занимаются специалисты-врачи. Мой класс, например, занимаются два раза в неделю, по понедельникам и по пятницам. Мне, как родителю, очень удобно, что после основных уроков не нужно водить ребенка в медицинские учреждения. С детьми проводят различные упражнения на профилактику плоскостопия, на коррекцию нарушения осанки, упражнения различного рода, игры, расслабляющие, тонизирующие мышцы ног, мышцы спины. Кроме того, прямо в школе работают кабинеты стоматолога, охраны зрения и физиолечения, фитобар. Приходят врачи из лечебных учреждений города. Третьекласснице по линии не приходится вставать в 6 утра, чтобы до уроков успеть на процедуру в поликлинику. Все можно сделать в школе. Неделю назад у меня болело горло, и я начала ходить сюда на лечение, и мне помогло это. Мы рассчитываем, что уже к 11 классу состояние здоровья школьников не ухудшится, а может в некоторых ситуациях даже улучшится. Динамика есть в отношении тех детей, которые у нас уже занимаются в определенных группах. Можно отметить так, что и осанка у них улучшается уже, и мышечная масса сохраняется. Помимо 59-й школы, пилотными для запуска проекта стали 17-я, 28-я, 61-я и 1-я школы в Чебоксарах, 17-я школа в Новочебоксарске и Кугейский лицей. Если опыт окажется удачным и востребованным, к проекту подключатся и другие учебные заведения. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.